Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас вот самое серьезное. Буду показывать, как я собираю свои семена из томатов. Вот первым у нас сейчас попался мне подкидыш. Я, правда, уже с монгольского карлика, потом со спиридона собирала, но у меня не было возможности записать, потому что не было камеры. Вот вам первый попался подкидыш. Для того, чтобы все снова не рассказывать, с каких томатов можно собирать семена, в какой фазе зрелости, все-все-все, я это все в предыдущем видео уже рассказывала. Я в описании к этому видео размещу ссылку. И перед тем, как смотреть, как собирать семена, посмотрите, пожалуйста, видео, с каких томатов можно собирать семена, потому что тут тоже есть правило, не со всех подряд можно резать и выпотрашивать семена. Здесь, вот в этом видео, я буду показывать только сам процесс, чтобы видео не удлинять, вот именно выемка семян. Это будет часть первая. Вторая часть будет завтра или послезавтра, после того, как семена перебродят в этом стаканчике, куда я их буду вынимать, и как они, как промывать и сушить, буду дальше показывать, потому что в одном видео все это невозможно разместить. Беру обыкновенную вот такую вот тару. Сразу скажу, что все, у каждого огородника свой способ заготовки семян. Кто-то просто выдавит семена на бумажку, на газетку и высушивает. Я обязательно всегда заготавливаю через процесс брожения. Когда вот будет процесс брожения, я вам покажу, я вам расскажу, что в процессе брожения вот эта верхняя такая, как бы желатиновая оболочка, она разлагается, и потому что вот с этой желатиновой оболочкой сложно высушить, они склеиваются, они такой вид приобретают, их потом не рассоединишь по одной штучке. Вид у них получается нетоварный, работать с ними неудобно. И вообще на всех производствах готовят через процесс брожения, чтобы освободить семя вот от этой желатиновой оболочки. Это, во-первых, для удобства, во-вторых, во время процесса брожения вот эти кислые бактерии, которые возникают, я много статей прочитала, написано, что они как-то в какой-то степени обеззараживают томат. И если там есть какая-то легкая такая, ну что-то, патогенная микрофлора, она в этой кислой среде погибает. По тому же принципу, как вот мы кислой сывороткой обрабатываем листья растений, те же томаты, те же огурцы, они убивают патогенную микрофлору, и также это. Еще про резание. Многие, после того, как я в прошлом году, в позапрошлом показывала, что я режу повдоль, многие говорят, что нужно резать поперек, это вот так, но законов таких нигде нет, и режет каждый так, как хочет. Я режу всегда повдоль, мне кажется, так удобнее, потому что так видны именно вот эти семенные камеры, видите они, вот они прям. Берешь, раз, и выемка происходит очень быстро и хорошо. Если бы разрезала я вот так вот, то нужно сидеть, выковыривать какой-то ложечкой вот из этих вот, и неудобно. А здесь они как бы даже сами, ну как мне кажется, вот такой вот продольный разрез, намного удобнее, чем поперечный. Я вот с одной стороны выбрала, можно ложечкой, можно просто пальцем. С той стороны выбрала, отложила, с этой стороны тоже выбрала, вот когда такие простенькие, маленькие томаты, очень быстро. Видите, я зачистила все эти семенные камеры, ничего нет. Это очень быстро разрезать на две части. Но если крупный томат, приходится разрезать на несколько частей, крупный, я потом покажу. Смотрите, какие толстые, такие вызревшие, хорошие семена, потому что я подождала, когда томат созреет окончательно, хорошо. Мне кажется, как-то свет плохо, что ли падает, не видно. Но все равно вы увидите, когда вы разрежете, увидите, что семена толстенькие, хорошенькие. Вот они, камеры. Все, я вот так вычищаю. Выемка семян. Это самый простой. Сложнее будет потом, после сбраживания, промывать, отфильтровывать, просушивать. Все. Вот эти семена, я, конечно, все не буду сейчас при вас. Вот хорошие, смотрите. Вот прям крупные, такие отборные. Вот эти семена я сейчас оставляю. И у них будет происходить процесс брожения. Сразу скажу, что тут у всех разные будут условия. Я когда-то говорила, что и три дня стоят, когда холодная погода. Иногда, вот какая сейчас у нас жара установилась, у нас 30 градусов температура. Ясно, что температура, она всегда катализатор всех этих химических реакций. При такой температуре 30 градусной брожение пройдет очень быстро. И, возможно, они готовы будут уже завтра. Но когда будут готовы, тогда я дальше вам покажу. Готовность определяем как. Я сейчас их надупотраживаю, их будет много, и они будут все вверху. Вот эти желатиновые оболочки не дают им падать вниз. И они все наверху. Постепенно эти желатиновые оболочки, они разлагаются. Все это там сбраживается. И голенькие семена, без всех вот этих связующих, они упадут на дно. Как только начинают падать на дно, процесс падения я вам покажу. Это верный признак того, что нужно промывать, нужно отфильтровывать, нужно укладывать на просушку, значит семена готовы. Но это будет все потом. И вот второй этап, он будет более длительный, потому что я буду рассказывать, как распознать вот этот вот именно момент. Нельзя упустить, потому что они если долго будут в жидкости, в процессе брожения, они уже, семена могут подумать, что их замочили, и они могут прорасти даже ростками. Если рано вы уберете, у вас будет проблема вот с этими сосклизкими оболочками, они будут такие скользкие, их невозможно будет с ними что-то сделать. Ну как вот эти вот, как сопливенькие там. И вот второй, вторая часть будет более подробно. А сейчас мы просто разрезали, просто все выбрали сюда. Обязательно все подписываю. Вот пишу. Подкидыш. 12 июля. Чтобы завтра или послезавтра, я же не могу все упомнить. Я подошла, я посмотрела, у меня несколько стаканчиков. Монгольский карлик за такое-то число, подкидыш за такое-то. Этот значит раньше был сделан, этот позже, чтобы ориентироваться примерно, какой в первую очередь промывать. Все, до свидания. Это было про заготовку семян. Я уже говорила, что в заготовке семян нет ничего сложного. Главное знать, с каких томатов брать. И знать вот про этот процесс брожения, когда наступает тот момент, когда семена уже готовы. Все, до свидания. Потом буду, конечно, и про упаковку, и про сушку, про хранение говорить. Но самое главное нам заготовить. Как хранить, там уже каждый сообразит, что их нужно в такую, в мешочки укладывать все. Пока, до свидания.